И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест, тут снова началось утро, и сейчас мы поедем в гараж наводить порядок и добавлять освещение. Ну мы направляемся к дядьку Сашко, снова со мной лично и водителем с некоторых времен. Сегодня будет мне помогать наводить порядок в гараже. Дядьку Сашко тут весь в работе, да? Уже сколько кружек чая у него там. Да, они все пустые. Ну, начали мы с основного, а то бишь самого первого друга при покраске поставили сюда. Радует, что звук тихий, практически не слышно компрессора, то есть на голову он теперь давить не будет, ну и засираться сильно тоже не будет. Ну и для заряда бодрого и хорошего настроения с утра, как всегда, анекдот. Ну ладно, когда медведь ехал на мотоцикле по арене, это было еще не так интересно. Ну когда медведь остановился, заглох и с криками, да ехарный бавай, начал перебирать карбюратов, вот здесь упали все с осмеху. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта тема, шляпу нашел. Вот я показывал, один из подписчиков мне прислал вот такую шкурку. Как бы, блин, мне понравилась Мирка. Будем испытывать ее, и 800, и 320 есть. Чем она хорошо, она не забивается. То есть если мне понравится, буду брать такую. Но у меня уже, как бы, впечатление, что это тема. Как бы, эта труба у нас служит для вытяжки с подвала, да? Но нам нужно просто, чтобы был выход с подвала, а здесь будет все время сухо, потому что будет оттапливаться. Поэтому я сейчас отрежу вот тут трубу, и чуть-чуть выше сделаю. То есть здесь у нас будет выход для печки, а здесь у нас будет уже сушить подвальный воздух. Вот так вот. Ну, еще вот, случайно, увидел, хотел показать. У кого полировочной машины нету, вполне можно купить вот такую штуку. Вот. Эта фигня одевается в дрель и на этот круг. А сюда вы уже можете одеть полировочный круг. То есть очень удобно. То есть вполне можно отполировать машину дрелью. Ну, пришлось сделать вылазку на рынок. Сейчас я покажу, что я прикупил. Ну, а купил, где я вяжу, вот такую трубу. На 130 я купил. Там у меня, конечно, диаметр по... Меньше, но я купил на 130. Она вот такая вот, но растягивается. Да, это обычная труба. И вот многие думают, что она сгорит, эта козельщика. Я уже в прошлом уроке объяснил. Если вы сделаете вот такой еще трубу, да, она будет у вас как бы теплоотводом. Ну, да, эта труба не вечная. И раз в год я ее меняю. Потому что, да, она прогорает, но не так резко. И даже там бывает до конца зимы, до конца зимы там уже дырочка появляется. Но, то есть это не опасно. Она все равно тянет, она все равно работает. Сейчас я ее закреплю. Вот начала уже работать печечка. Знакомый звук. Скоро это снова фон будет наш. Ну, и голосуем за победителя. Вот такой замечательный приз его ожидает. От фирмы Альфаград. Скоро мы уже узнаем, кто же является победителем. Возможно, скоро мы с вами будем учиться вот так вот рисовать. На эту картинку ушло два часа. На эту не знаю. Это Саша рисует. Говорит, пока я тренируюсь. Я говорю, хорошо, у меня этого уже достаточно. То есть, такие рисунки, да. То есть, Саша меня подучит. Покажу, как работать аэрографом. Дядя Олежа будет учиться у Саши. И заодно будем снимать урок. То есть, возможно, и вам это пригодится. Что-то разрисовать красиво. Ну, и компрессор я уже сюда просунул. То есть, вот у меня выходит шланг. Найду, как его там сматывать. Не забывая влаги. И вот здесь включать, выключать компрессор. Можно отразить. Я уже раздухарилась. Так, ну, я зажег, потому что я хочу, чтобы труба немножко отгорела. Ой-ой-ой, она горячая. Потому что она липкая. И чтобы вот эта вот масса выгорела. Потому что потом будут закрыты ворота. И выветривать это не охота будет. А здесь женские руки помогают убираться. Ну, все самое главное, что я Олежа с собой взял. Зиню не забыл. Стол не забыл. И трон тоже не забыл. Лампочки вот я уже помыл. Сейчас буду сверлить, устанавливать. Смотреть, куда их получше засунуть. Так что, как-то так. Немножко облагораживаем. Ну, пока все раскидал, как бы так, чтобы было почище. Жена помогает убираться. Чтобы было почище. А там уже по мере того, когда я буду работать, уже вещи разложатся по своим местам. Поэтому полки я пока еще дополню. Филе не делаю. Разложится все по своим местам. И будет видно уже, что куда нужно положить. Как бы вот как в Германии в основном делают. Да, там вот новостройку построили. А тропиночки не ложат асфальт. А начинают их ложить, когда народ протопчет себе тропу. Натопчет тропу. И на месте этой тропы уже делают тропинки. Асфальтовые какие-то там. Не как у нас в Союзе. Да, сделают тропинки. А народ натоптал где им надо. Так что, как-то так. Будем все потихонечку облагораживать. Сейчас лампу еще просверлю. На сегодня, наверное, Аида прибарахлилась у нас. Малость. Первая лампа уже горит. Сейчас еще две. А самим вот ко мне в гости пришел. Подпишет. Почему нет в гаражах? Супер. Супер. Сейчас, да, уже лампы наметили. Одну будем здесь ставить. Одну здесь, одну там, одну сюда. Вот такой дядя Олежа набор приобрел. О нем мы поговорим завтра. И вообще об инструменте. Так что завтра тоже ждите будет. Неплохой, я думаю, ролик. Расла подмога. От сердца отрываем. Одной перфоратор. Сейчас он зафигачит меня. Сейчас сам будешь сверлить. А то скажешь, я сломал. Я не хочу, я сам сверлить. Что, блин? Тут лампу повесили, тут повесили. Провода все подкручили, дырок на сверлить. Но две лампы не работают. Отсюда пришлось снять лампочку. Как-то так. Вот она лампочка. Надо будет или трасселя взять, или вот эту хрень. Или лампочку. Ну, весь плафон купить другой. Как-то так. Ну, и на сегодня все. На следующем уроке, я думаю, я покажу вам, какой необходимый инструмент нужен. Что нужно купить, да. Если у вас мало денег. Как выкрутиться из этого положения. А то бишь, с каких работ начать, чтобы у вас появилась какая-то денежка. Ну, а на пассажок, как всегда. Анекдот. Идет новый русский, у церкви сидит бомж. Бомжатик такой, да. Ну, что-то сердце у него скрипнуло. Положил ему 100 долларов, пошел дальше. Только отходит от него, слышит скрип тормозов. Оборачивается, лимузин стоит. Из лимузина выходит Путин. Ну, и подходит к бомжу, поэтому говорит. Здоров, Талян! Татья, привет! Слышь, Талян, может мы сегодня с тобой вечером поужины. Тот, да ну, в принципе-то, Володя, сейчас это занят, давай после работы, хорошо? Тот, ну ладно, договорились. Ладно, давай, я поехал. Да вы русский вообще, в шоке, да вы что за херня такая, не пойму. Ну, уже ладно, так отошел, отходит. Смотри, еще один лимузин подъезжает. Бац! Выходит, Обама из лимузина, короче, говорит. Талян, привет, здорова, как дела там? А, зашибись. Говорит, давай вечерком с тобой поужинаем. Да не, я Володя обещал, короче, вечером, давай послезавтра. Ну, ладно, давай, договорились. Ну, обещаешь, да? Обещал, поужинаем, все. Ну, нормально, все, уехал. Тут челюсть отпала, короче, уного русского. Охереть, кто такой? Ну, он подходит. Так, слышишь, Толик, блин? Что-то я вообще не понял, ты таких людей знаешь? Да, я еще не таких знаю. Да ладно, ты, может, еще Папу Римского знаешь? Знаю. Да ладно, блин. Блин, давай, короче, дорогу оплачиваю, все оплачиваю. Поехали, если я увижу, что ты с Папу Римским поздоровался хотя бы. Блин, я тебя озолочу, короче, в седьмом поколении тебе внукам хватит денег. Ну, ладно, поехали, чего. Давай, послезавтра я, короче, с Собамой, а третьего дня едем, наверное. Тьфу, хорошо, ну, бать. Короче, приезжают они в Рим. Ну, не в Рим там, в эту. Короче, площадь. Забыл, какая-то страна маленькая называется. Площадь. Ну, и миллионы людей, это собралось, короче, куча. Ну, и тут смотрит, Толян пошел, короче, проходит всю охрану, все там, хелсбелс поздоровались, все, тут зашел. Заходит на балкон Папы Римского, там столик. Садится, короче, наворачивается его, тарелки, блин. Ну, и там видно всю кореша. Тут обалдеть. Ну, и Толян-то смотрит, короче, новый русский, бах, в омрак упал. Ну, на следующий день к нему подходит, говорит, слышь, говорит, я не понял, что ты в омрак-то упал? Ты, говорит, все, ладно, когда ты через охрану прошел, ладно, когда ты с папой Римский сел, ладно. Ну, когда ко мне подошла китайская делегация и спросила, а что это за хрен там в белом сидит около Толяна? Тут меня вообще выруга лавлят. Такая, да. Ну, а на сегодня все, надеюсь, что-то, ну, ничего сегодня такого не ухватило. Завтра мы начнем, как я говорю, начнем по инструменту, начнем с каких работ стоит начинать, что-то расскажу. Ну, и начинается цикл, как начать с нуля, да? Ну, это будет не основное наше занятие, основное занятие все равно будет, ремонт автомобилей, да? Ладно, на сегодня все. Всем добра, здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно, добра и бабла. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok